Господин председатель, уважаемые господа, я Олис Беляцкий, президент правозащитного центра «Весна» в Беларуси и вице-президент Международной Федерации прав человека. За правозащитную деятельность я провел в тюрьме в Беларуси три года после произвольного задержания. Под давлением международного общественного мнения и многочисленных призывов меня освободили. Во многих странах и в Беларуси правозащитникам не дают действовать. Наш голос подавлен и не слышен. Правозащитники и НПО, участвующие в работе Совета, являются активной движущей силой на пути прогрессивных изменений в наших странах. Заявление и решение ООН по правам человека в отдельных странах является важным политическим стимулом, который поддерживает граждан там, где преследуются права и свободы. Страновые мандаты доказали свою объективность и полезность ситуации систематических нарушений прав человека. Трибуну и работу страновых докладчиков ООН необходимо защищать и поощрять. Прозащитники сталкиваются со многими препятствиями своей деятельности. Постоянно подвергаются угрозам, нападениям, жестокому обращению, убийствам, насильственным исчезновениям, клевете, незаконной слежкой и произвольным задержанием. Против них направлены законы, определяющие их легитимную деятельность как антигосударственную и навешивающие на их унизительный лживый орлык иностранных агентов, как это делается в России. Им перекрывают доступ к финансированию или криминализируют легитимную деятельность. Несмотря на принятую Советом два года назад резолюцию 22.6 и другие международные стандарты, пространство для деятельности гражданского общества и правозащитников в мире находится под угрозой или же сокращается. Репрессивные режимы бросают за решеткой мирных активистов по различным сфабрикованным обвинениям. Комитет по правам человека признал мое заключение под стражу прямым следствием нарушения моего права на свободу объединений. Манипуляции с внутренним законодательством стран против правозащитников не могут скрыть от международной общественности грубейших нарушений прав человека. Во многих странах мира защитники прав на землю и экологию иногда платят своей жизнью, протестуя против нарушений прав человека. Нападки на гражданское общество идут вместе с нападками на универсальный характер прав человека под прикрытием сохранения традиций, религии или ценностей. Поддерживая право на развитие уникальных человеческих культур, мы выступаем против использования этих понятий для репрессий, для подрыва международных стандартов и основных свобод. Совет должен защищать жизненное пространство для гражданского общества, используя для этого все имеющиеся в его распоряжении средства, оказать давление на тех, кто злоупотребляет властью и призвать их к ответственности. Мы шокированы убийством известного российского общественного деятеля Бориса Немцова и требуем тщательного и объективного расследования этого преступления. В заключении, я желаю, чтобы правозащитники, которые не могут быть здесь сегодня, Набил Раджаб, на Союз Союз...